В будний день у администрации Московского района всегда много транспорта. Именно поэтому здесь сотрудники госавтоинспекции решили проводить комплексное мероприятие. В центре внимания наличие техосмотра на транспортное средство. В силу разных причин водители пытаются обойти закон, но это не получается. Сегодняшней целью нашей акции является усиление контроля за своевременным прохождением техосмотра и привлечение внимания владельцев транспортных средств к поддержке автомобилей в техническом исправном состоянии. Хотелось бы напомнить, что за управление транспортным средством без допуска к участию в дорожном движении предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от одной до трех базовых величин. Подбили результаты апреля, когда именно идет, наступает уже явная такая весна, дачный период и всплеск посещаемых диагностических станций. То ситуация, ну, наверное, приведут цифры. Если в прошлом году за апрель приехало к нам 19,5 тысяч, то за апрель этого года 17, 2,5 тысячи согласитесь. Это очень много в пределах области. Отсутствие техосмотра на транспортное средство сегодня – одно из самых распространенных нарушений. И опасно оно в первую очередь потому, что водитель такого автомобиля не может прогнозировать, как машина поведет себя в экстремальной ситуации. В рамках рейда сотрудники ГАИ задержали ни одного нарушителя. На вопрос о том, почему водитель все же пренебрегает этим требованием ПДД, у каждого своя причина. Есть и варианты разрешения ситуации. Есть люди, которые готовы сесть, поехать, допустим, на дачу 2 километра. Ну, пусть заплатит дороже за топливо, проехал и все. А получается, он за месяц заплатит, проехал 2 километра в месяц. И смысл какой? Я не совсем понимаю эту логику. Во всем мире я вот как спортсмен проехал пол Европы. Ну, везде привязанным к топливу. Это логично. Чем больше ездишь, дороже платишь. Если не ездишь, не платишь. Это логично. Конечно же, среди остановленных немало было и бдительных водителей, которые следят за своим авто и думают о безопасности на дороге. Машине больше 10 лет и сейчас что-то значит. Потому что, понятно, когда она была новенькая, да, первый маленький пробег, все было идеально. Сейчас, в этот раз, уже пришло и что-то немножко починить, что-то заменить, да, какие-то такие расходные эти части. Поэтому, ну, это контроль. Это хорошо, это неплохо, конечно, это же безопасность. Проходить или не проходить техосмотр на транспортное средство – это личное дело и ответственность каждого водителя. Однако, буква закона одинакова для всех и требует беспрекословного следования. Допуск для участия в дорожном движении обязателен. И тем, кто только собирается проходить проверку своего авто, стоит обратить внимание на те позиции, которые важны для получения разрешения. Основные моменты – это тормозная система, дымность, рулевое управление, приборы освещения, сигнализации – вот это основные вопросы, которые мы смотрим. Поэтому, видимо, прежде чем к нам ехать, надо эти вопросы посмотреть, проконтролировать и приезжайте, пожалуйста, проходите. Анастасия Нездрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».